Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели Зрив Корень, наша передача медицинская продолжается Сегодня у нас в гостях врач-автомолог Андрей Саламатин Поговорим о роговице и не только Добрый день Да, сразу хотел спросить, вот мы до эфира буквально начали говорить по поводу того, когда как влияют погодные условия на вот проведение и проверок обследований глаз и операций Я так понимаю, что все равно народ приходит в ваш центр, да, Саламатина и за диагностикой и за операциями, да? Да, и в солнце и в дождь Хорошо, все приходят Ну, в принципе, когда жара она сложнее пациентам, да? Когда жаркая погода которая была в начале июня она достаточно такая мне показалось, она достаточно специфическая для Риги, для Латвии там было слишком жарко это влияет на вообще на состояние пациентов потому что в основном там возрастные, конечно, пациенты у нас поэтому Видимо, им тяжело переносить им тяжело, да? Совершенно верно им тяжело было перенести жару особенно пациенты, которые планово идут на плановые операции послеоперационный период тяжело отдается и, конечно, в такую жаркую погоду не лучший вариант чтобы оперироваться на фоне того, что пациент себя плохо чувствует поэтому жара не лучшая что может быть в... Да, возвращаясь вот к этой основной теме роговица давайте несколько слов ну давайте скажем да, давайте что такое вообще роговица роговица это передняя часть глаза прозрачная да, это как на часах у меня нет часов, конечно, сейчас но если вы представите что у вас на руке часы то вот с циферблатом с циферблатом да, сейчас разные часы но вот представим что с циферблатом вот это прозрачное стекло это можно отнести к роговице То есть примерно так же похожи Да, примерно Роговица – это прозрачная Оболочка глаза, которая состоит Из нескольких слоев Ее главная функция Она преломляет лучи И за счет нее мы видим Через нее проходят лучи И этот цвет Фокусируется на сетчатке И за счет нее, благодаря ее прозрачности Мы ее, в общем-то, и видим Не будь она прозрачной, будь эти клетки С пигментом мы бы, конечно, ничего не увидели Что интересно Как развивается и питается Ткань человека Там же нет никаких кровяных сосудов Если бы там были кровяные сосуды Это бы мешало проходить свет Через роговую оболочку Так их нет Она питается из влаги Которая содержится внутри глаза Так что это очень интересная И очень важная часть Глаза Сейчас же очень Узкая специализация у глазных врачей Кто-то ориентирован на Так называемый передний сегмент Кто-то ориентирован на задний сегмент Очень интересно, когда Но Эти два специалиста спорят Чей же все-таки Участок глаза Важнее И Кто из них более Нужный В тримологии Так что Хотя в принципе Я так понимаю Что в любом случае Сертификаты Апсельмолога Сдают По всему глазу Если так Совершенно верно Совершенно верно А потом Каждый находит Свою Как бы Как сказать Тизю Тизю да Роговицы А есть Ситуации Допустим Близорукость Да Близорукость Такая распространенная Аномалия Да Это не патология Просто Так вот есть Что у человека Такие показатели Что у него там Минус Допустим Или плюс Это тоже За это В частности Отвечает Роговица Да За преломление лучей Если мы говорим Конкретно О патологиях То Это Так называемые Заболевания Воспалительной Роговой оболочки Роговицы Это Кератиты Кератас Это с гереческого Роговица Поэтому так и называется Кератит Значит Кератит Это Воспалительное Заболевание Роговицы И очень часто Очень часто Я хочу На этом Заострить Внимание Что Если человек Носит Контактные Линзы То Очень Очень Важно Правильный Правильный Уход И Именно за линзами За линзами Вот эта Вся Гигиена Как только Человек Как только человек Перестает За этим Следить Он превращается В пациента То есть Тогда Фактически Кератит Одна из частых Причин Большой риск Очень большой риск Очень большой риск Заболевания Если носить линзы Неправильно Так скажем Это фактически Что реакция На какое-то Инородное тело Но фактически Механизм Заболевания Такого как Кератит Это микротравма Которая наносится Линзой Затем Человек Совсем небольшая Трещика Совсем небольшая Просто Роговица Много слоев Первый слой Это клетки Эпители Называется Как только Там производится микротравма Неправильно Надел линзы Что-то Поцарапал Неудачно надел Это сразу Входные Ворота Для инфекции Да Или Допустим Человек Пошел Купаться В водохранилище В пруду Тоже большой риск Инфекции Или Также Эта инфекция Может быть Не только В линзах Она может быть В растворе Где содержатся Эти линзы Так что Очень-очень Большой риск И Я бы хотел Заослить На этом Внимание Что Люди Кто Носит Контактные Линзы Каждый раз Когда они приходят Каптомит Риск Кто им Подбирает Эти линзы Им всегда Рассказывают Важно Этот аспект Как важно За этим следить Так что Одни из Таких пациентов С патологиями Это даже считается Как острая патология Роговицы Острая патология В медицине И в офтальмологии В частности Вот они приходят К нам С Симптомами Симптоматика Такая как Боль Чувствие народного тела И ухудшение Покраснение Все признаки воспаления Совершенно верно Все признаки воспаления И в том числе Ухудшение зрения В одном глазу Такого плана пациенты Молодые мамы Допустим С Ребенок Ребенка держат на руках Очень часто В свое время Когда я работал В трампункте В остром трампункте Вы с этим сталкивались Очень часто В летнее время Ну даже В летнее время Как-то больше Мне наверное Больше дежурства В летнее время Поэтому я с этим Больше сталкивался Но Молодая мама С ребенком на руках Ребенок Случайно Поцарапал Глаз Маме Ну случайно Рукой Пальчиком Задел И Конечно Чаще всего Мы же ждем Что это пройдет само Да Сосется же Да Мы вот такие вот Мы ждем пока Потому что Что-то сделать Это надо приложить Больше усилий И как только Боль становится Такой Ну нестерпимой Только тогда Приезжают А иногда это уже Уже поздно Что-то Быстро сделать Да Потому что Например Когда Только царапина Тогда можно Быстро И безболезненно Без применения Всяких Инструментариев Инструментариев Большого количества Медикаментов Вылечить Такое заболевание Это называется Эрозия Да Когда Царапина На передней части Роговицы А если Время прошло Долго Как я говорил Это Ворота Для инфекции Начинается Воспаление И Это все Превращается В Кератит Который Лечится Довольно Долго И оставляет Ну Оставляет Так скажем Последствия Да Шрам На роговицы Который Может привести Особенно Если в центре К изменению зрения Вот так Так что Это одна из острых причин Появления Пациентов С патологией Роговицы Есть и хронические Патологии Но Роговица Это такая Ткань Которую Которую Допустим В тяжелых Заболеваниях Есть возможность Пересадить Допустим Роговицу Да Донорские Ткани Можно В последнее время Развились Такие методы Как послойные Пересадки Ну Вы такие операции Тоже делаете Ворота Не делаете В Латвии делаются Пересадки Роговицы Послойные операции Мы Ну Только Начинаем делать Мы не делаем Так чтобы Большими объемами Послойные Это сложная операция Это сложная операция Она связана с тем Что Технология Своеобразна Донорская ткань Тяжело достается И Сам процесс Заживления Это ведь Донорская ткань Да В случае Оторжения Тоже есть Осложнение Да Это Осложнение Послеоперационное Но От этого Никуда не деться Если Технология Соблюдена Все сделано Правильно То Ее результат Соответственно Хороший 612-939 Телефон Прямого эфира Вы можете задавать вопросы Нашему Сегодняшему гостю Доктору Соломатину По телефону 230-6191 Что касается Вот Того Если только Вот какие-то Так Первые признаки Какое-то Не знаю Там Жжение Какое-то Неприятное Ощущение В принципе Не нужно Самим пытаться Какие-то капли капать Лучше сразу Идти И тогда Что происходит Сначала диагностика Проверяет состояние Роговицы Совершенно верно Мы Первое Что мы делаем Во-первых На нам Собрать Так называемую Анамнез Историю Из истории Как все Приключилось Когда все Началось Уже Более-менее Понятен И диагноз Если это Была травма То можно Думать Что это Допустим Та же самая Эрозия Роговицы При этом При всем При этом Если острые боли Несерпимые То Это не всегда Связано С Большим Объемом Заболевания С Сложностью Заболевания Часто это Просто царапина Которая так сильно болит Но Все сводится к тому Что Не надо долго ждать Как только Появились Боли Тогда Конечно Как можно быстрее Обратиться к врачу И все это происходит Ну Мы разговариваем С пациентом Смотрим В микроскоп Проверяем его зрение И Назначаем Лечение Что касается Линз Вот все таки Исходя из вашего Опыта Потому что Мне казалось Что одно время Линзы были Очень популярны Ну Не только Кстати у молодых людей Но наверное У молодых в первую очередь Которые они хотели Носить очки И Такое ощущение Мне кажется Если я не прав Вы меня поправьте Что сейчас все таки Вот такой вот Популярность Такой всплеск Все таки пошла на нет Да Сейчас уже все таки Отдают предпочтение очкам Ну Если честно То Как мне кажется Линзы достаточно популярны И сейчас Почему? Потому что Люди Молодые Особенности Активны А в очках Особо Сильно Ну Не поактивничаешь Да Спортом не позанимаешься Поэтому Даже сейчас Люди дают Предпочтение Линзам Если Первое знакомство С линзами Не очень приятное Что надо их Правильно надеть Это все таки Инородный глаз Который Извините Инородное тело Которое Надо ставить В глаз И Сначала Это Тяжело Проходит Знакомство Но потом Человек К этому Быстро Привыкает Как Ко всему Мы сопривыкаем И Достаточно Обыденное Дело Для него Становится Там Под вечер Снять С утра Надеть Есть Очень разные Разные Линзы Есть Линзы Однодневные Есть Месячные Линзы Есть Жесткие Есть Легкие И очень Их Большая Разнообразность На рынке Есть Даже Очки Которые Дают Возможность Перехода Для работы На дальние Расстояния И для работы На ближние Расстояния Такие же Линзы Есть Мультивокальные Линзы Очень их Большое Разнообразие Сейчас Допустим Некоторые Компании Выпустили Монохромные Линзы Я так понимаю Которые Действуют Которые Меняют Своё Окрашивание По действиям Ультрафиолетов Лучей Так Человек Выходит На улицу Они Затемняются Это Очень Интересно Сейчас Выпустили Однодневные Линзы Которые С Разным Цветом Голубой Желтый По-моему И зеленый Все они Не могут Разработать Разработать Но На самом деле Они не стали Менее популярны Если мы Попробуем К этому вопросу Они настолько же Популярны Как Завершая Эту тему Что касается Кератита Все-таки Мы можем Констатировать Что это Есть основная Причина Эрозия Повреждения Микротравма Микротравма Это главная Причина Почему Начинается Такое Воспаление И все Популярно Ну да Потому что Если мы Говорим О конъюктивите Это Другой Природой Чаще всего Вирусная Наверное Конъюктивиты Чаще всего Вирусные Они Как я Говорил Все мы Начинаем с Анамнеза С истории Болезни То скорее Всего Это Человек Или болел Или у него Была температура Или кто-то В семье Болел У него Маленький Ребенок И это Все передается Воздушно-капельным Путем Сначала Даже может Быть Сначала Гриппозное Там Заплевание С температурой Может быть И наоборот Да Может быть Наоборот Совершенно верно Но Подоплек Всего Это Чаще всего Вирусное Заболевание Бывает Бактериальная Конъюктивита Но Чаще всего Вирусная Приверся Недолго Новости Реклама Во второй части Продолжим Не переключайтесь Микс Ньюс Еще раз Добрый день Врач-офтальмолог Андрей Соломатинов В студии Передача Зрив Корень Вот Еще Мы можем бы обсудить Такую Наверное Тему Искусственная Слеза Что это такое Когда применяется Вот Тоже очень интересная Очень распространенная Тема Тема Сухого глаза Да Сухой глаз Тоже С линзами Связан И так далее Все правильно Все очень правильно Да Это очень распространенная Патология Заболевание Особенно Оно Начинает Проявляться В возрасте 50 лет Или у Молодых Людей Которые Очень много Работают За компьютером Сейчас очень Нередкость В нашем мире Да Это правда Мягко говоря Все В компьютере Или в смартфоне Все правильно Вот И Чаще всего Это Связано С гормональными Изменениями Слеза Которая Выделяется Нашим Организмом Неполноценная В таких Случах При синдроме Сухого глаза И Не хватает Ей Определенных Веществ И Чаще всего Даже У людей С сухим Глазом Как-то Непарадоксально Будет звучать Они Жалуются На то Что у них Все время Текут глаза Да Это из-за того Что образуется Как бы Такой Замкнутый круг Слеза Неполноценная Она Омывает Глаз Неполноценно Поэтому Рефлекторно Организм Требует Снова И Выделяется Опять Слеза Ее уже Слишком много Так что Начинается С Слезотечения Чтобы Избежать Эту Проблему К сожалению Иногда Не получается Найти Почему Исходное Заболевание Несмотря на Весь уровень Диагности Да Не получается Да Совершенно верно И Тогда Такого Типа Заболевания Лечат Симптоматично Симптоматично Это значит Закапыванием Искусственной Слезы И Если мы Говорим Об Искусственных Слезах Вообще То Их Очень Очень Большое Разнообразие На В рынке На Автомологическом рынке В аптеках Они продаются Без рецептов Это Нерецептурное Средство И В чем Их Различие В различии Их Стоит В том Что Состав Состав Веществ Это первое И второе Сама Упаковка Или баночка Бутылочка Потому что Некоторые В некоторых Бутылочках Есть фильтры В других Нет Фильтров Фильтров Некоторые Вещества Содержат Некоторые Искусственные Слезы Содержат Консерванты Некоторые Не содержат Консерванты На Некоторых У людей Есть Аллергия А Консерванты Это чтобы Дольше Можно было Дольше Хранить И У некоторых Людей Есть Аллергия На Это У некоторых Эта Аллергия Достаточно Серьезная До покраснения Глаз И Каждому Пациенту В таких Случаях Искусственная Слеза Подбирается Индивидуально То есть Это еще раз Говорит о том Что не нужно Просто бежать В аптеку Брать Искусственную Слезу Любую Все таки Надо опять-таки Прийти к специалистам Пройти какие-то Обследования Получить рекомендации Да Понимаете Сухой глаз Тоже требует Своего лечения Я это говорю В том смысле Что нужно Следить Помогает ли Вот эта Вот Искусственная Слеза В достижении Результатов Есть Определенные Показатели Есть как Объективные Показатели Так и Субъективные Показатели И чтобы Лечение Было Хорошее Должны быть Прогресс Как Субъективных Показаниях Что думает Сам человек Так и В объективных Показаниях Вот И на фоне Терапии Можно Оследить Как изменяется Передняя поверхность Глаза Человека При применении Той или иной Терапии Ну да Вы правы Потому что Зачастую Слышу Знакомых Ой У меня Глаза Устали Я там Много Читал И там Много Что-то Смотрел На компьютере Сейчас возьму Этот Тернатуралис И все будет в порядке Но это не всегда Решает Проблемы Но это не всегда Решает Проблемы Не всегда Решает Я не говорю Что это Не помогает Может в данном Случае Помогло Но Это не всегда Решает Проблемы Да Это не всегда Одни капли Которые вам Кто-то посоветовал Знакомый Что они Обязательно Помогут И вам Да Что касается Не знаю Каких-то Возрастных Противопоказаний Если они Вообще Бывают Потому что Вот мы В предыдущих Эфирах Говорили С вашим Участием И другие Специалисты Клиники Доктор Сломательно Приходили И говорили Ну понятно Что возрастной Пример О катаракте Я так понимаю Что там Уже другие Причины И другое Лечение Конечно Если мы говорим О катаракте Другие показания Другие причины Но Катаракта Это Совершенно Отдельная Патология Если мы говорим О сухом глазе Это отдельная Патология Так как Искусственная слеза Она продается Без Рецептов То Поэтому Ну Там нет Особых Таких Противопоказаний К ее Применению Но Суть в другом Что Какая степень Сухости Глаза Есть Настолько Сухие Глаза Когда пациент Когда человек Я извиняюсь Что я говорю Про всех Пациентов Но Когда человек Просто Не может Открыть Глаза И почитать Вечером Книгу Потому что Тогда вы точно Пациент Да Тут ничего Обидного Нет Но если он Приходит к вам Значит Понимаешь Что какие-то Жалобы у него Есть Да Совершенно верно И он Не может Прочитать Книгу Только потому Что ему Хочется Моргать Что Из-за Сухости Глаз Тогда Тогда это Тяжелое Следствие Заболевания Сухого Глаза И она Лечится По-другому Там Назначается Рецептурные Средства Такие Как Ну Циклоспорин Это цитостатики Да Которые Одно Из Патогенеза Развития Сухого Глаза Это Как я Сказал Изменение Гормонамфона Второе Воспалительный Элемент Да И Такие Цитостатики Их нужно Капать Довольно Долго И При таких Сложных Заболеваний Но Определенное Лечение Должно Быть С Используем Рецептурных Медикаментов Да Вот Поэтому Еще раз Говорю Что Стадии Сухого Глаза Разные И Лечение Для них Тоже Своеобразное Да Что Касается Витаминов Еще Да Может Может быть Несколько Слов Об Это Витамины Которые Мы Принимаем При Допустим Если мы Говорим О заболевании Глаз И витаминах В таблетируемых Формах Или в капсулах Да То они Имеют место Быть В офтамологии Также В определенных Случаях Да Как Вы уже Здесь Наверное Обсуждали Такую Тему Возрастной Дегенерации Счатки Когда В принципе Есть Разные Виды Я не буду Углубляться Потому что Это было Освещено Есть Такие Заболевания Счатки Где К сожалению Лечение Улучшение Мы не ждем Улучшения Мы пытаемся Сохранить То Что есть На данный Момент Такая Так называем Сухая Дегенерация Центральной Счатки Макулярной Дегенерации Тогда Мы принимаем Тогда мы Выписываем Медикаменты С лутеиновой Кислотой К сожалению Да Оно Не Не то что Она не лечит Скажем так Заболевание Она не дает Ему Прогрессировать Это так называемые Биологически Активные Добавки Они тоже Продаются Без рецептов Это очень модно Да Это очень модно Но Знаете Чаще всего Когда У меня есть Такие пациенты И я их наблюдаю Видите ли В чем проблема Когда Пациенту Ну очень часто И для всем Людям Чаще всего Нужна Тоже Надежда Какая-то Если Человек Оставит Без Какой-либо Надежды То Это тоже Не очень Вариант А так На самом деле Я вижу Что это Заболевание Не прогрессирует Это Как бы Объективно Я вижу А человек Субъективно Говорит Что ему Стало лучше Но иногда Объективнее Одно А если Человеку лучше То Значит Это того Стоило Что касается Вообще Ситуации Когда У человека Появляются Те или иные Жалобы Ну понятно Мы говорили И о кератите Вот Воспалении Фактически На роговице И сухость Глаза Другие Жалобы Все-таки Как попасть В вашу клинику Наверное Нашим радиослушателям Было бы важно Это понять Кто-то считает Что надо бежать Не знаю Там За каким-то Направлением Да Вот Как на самом деле Все это происходит На самом деле Есть много разных способов Как попасть В нашу клинику Как Можно записаться На На осмотр Можно Использовать Социальные сети Социальные сети Сейчас очень Модно Социальные сети Сейчас Везде Мы также присутствуем Во всех социальных сетях На фейсбуке Есть определенный Чат Где можно Написать Ну Многие На самом деле Молодое поколение Не очень любит Звонить Кому-то что-то Рассказывать Говорить Кому-то легче Просто взять И написать Куда-то Чем созваниваться Также у нас есть Почта Электронная Это Atucenters Atucenters.lv То есть Там уже все вопросы Задать И в принципе И записаться на прием И записаться на прием И задать вопрос Другое дело Что если в социальных сетях Это Пройдет Ну ответы Придут вам быстрее А На почту Ну достаточно дольше Надо ждать ответ Еще такой вопрос Хотел вам задать Который Вот приходит От наших Радиослушателей И один из них Спрашивает Что Я так понимаю Что он уже достиг Или сейчас достигнет Пенсионного возраста Он все время Отодвигается Ну где-то Я так понимаю В районе 65 лет Что касается Лазерной коррекции Зрения Не поздно ли ему Вот он как-то решил Что Надо бы сделать Лазерная коррекция Зрение Естественно И с возрастом Ухудшилось Связано с близорукостью Я говорю Что вот я не очень уверен Какие-то возрастные Ограничения есть Все совершенно правильно Вы говорите Возрастные ограничения есть Но каждый человек Индивидуальный Понимаете Есть показания К лазерной коррекции А есть противопоказания К лазерной коррекции Каждый человек индивидуальный То есть в принципе нельзя сказать Что у него нет никаких шансов Он опять-таки должен прийти На обследование Да Потому что Есть определенная программа Которую мы составляем Для пациента Индивидуально Это индивидуальная коррекция Если мы видим Что нет Нету Других каких-то заболеваний Связанных С катарактой Да Связанных С дегенерациями Допустим Сетчатки Которых мы только что Говорили Нет никаких патологий Роговицы И Допустим У пациента Достаточно высокий Минус Близорукость Еще с детства Тогда конечно Ему можно делать Лазерную коррекцию С определенными Ну с определенным С определенной Индивидуальной программой Да Только надо видеть Этого человека Часто очень звонят Например Кто-то Кому-то я оставляю Свой телефон Кто-то Передает Допустим Свои знакомые И Звонят И говорят Ну вот У меня То-то и то-то Болит глаз Напиши мне Просто Антибиотики Или капли Лечением По телефону Заниматься Наверное Не стоит Камильфо Но это совсем Не значит Что если у человека Нет противопоказаний И вот Сделать Такую Лазерную коррекцию Что Могут быть Все равно Результаты Хуже Связанные с возрастными Чисто возрастными Изменениями Но если мы говорим Про возрастные изменения Про рефракционную хирургию Это очень интересная тема Да Видите Конечно мы сейчас Говорим Про роговицу Да Но И когда мы делаем Лазерную операцию Мы делаем Вмешательство То есть Мы вмешиваемся В роговицу Меняем Ее Способность Преломлять свет Но Далеко не за все Что происходит Со светом Внутри глаза Связано с Роговицей Да Внутри глаза Есть еще И линза Ее называют Хрусталик Она тоже отвечает За преломление Света И в течение жизни Она меняется В течение жизни Она становится Чуть более плотней После 50 лет После 50 лет У всех людей Чаще всего По статистике Назначаются Физиологические Изменения Которые характеризуются Как И описываются Как Презбиопия Или старческая Дальнозоркость Появляется Плюс И представьте себе Мы Скоррегируем Допустим Плюс За счет Преломления Роговицы А хрустали Который Находится За Роговицы Внутри глаза Он Продолжит Меняться Да какой Смысл Тогда Человеку Тратить Большие Деньги А Коррекция Лазерная Коррекция Зрения Это Достаточно Дорогое Удовольствие Когда Когда У него Продолжатся Изменения В хрусталике Есть Определенные Методы Которыми Можно Исправить Зрение И Дать человеку Возможность Смотреть И вдаль И Вблизь Не Лазером А Ну Другими Средствами Коррекции Которые Будут Которым С радостью Объяснить Наш Любой Врач Который Работает У нас В клинике Да Давайте Примем Звонок Успеем Я думаю Принятие Звонок Добрый день Слушаем Вас Пожалуйста Здравствуйте Да Пожалуйста Скажите Несколько Слов Пожалуйста О солнечных Очках Вот Постоянные Их ношения Не вредно ли И Потом Защищают ли Пластиковые Очки От ультрафиолета И Главный вопрос Это вот Как правильно Я забыл Палализованные Очки Да Вот не вредно Ли их Все время Масить Поворот Видимо Да Спасибо За вопрос Видимо Все таки Солнышко Засветило И мы вспомнили Что все таки Лето Можно яблочко В очках подумать Совершенно верно Значит Что мы говорим Когда мы говорим О защите глаз От излучения И о солнечных очках Значит Что можно сказать Нужно чтобы Была защита Ультрафиолета В очках То есть Если мы говорим О пластиковых очках Пластиковые Может быть оправа А линза Должна быть Защита ультрафиолета Почему Потому что Есть Разный Ультрафиолет Он делится На Ну На несколько Спектров Есть Альфа И бета И гамм Здесь важно Что К сожалению Эти Ультрафиолет Воздействуют Как на сетчатку Так и на Линзу Внутри глаза Если Не носить Солнечные очки Не будет Это не 100% Вероятно Что у вас Разовьется Какая-то патология Связанная с Хрусталиком Или сетчаткой Но Это ставит Под риск Что В какой-то В какой-то Момент Времени Этот эффект Ультрафиолета Аккумулируется И Допустим Такое Заправление Как катаракт Разовьется Быстрее Или 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 Дегенерационные изменения В центральной зоне Сетчатки Разовьются Быстрее То есть Вы Если Не защищаете Свои глаза Ультрафиолета Вы ставитесь Под риск Вы Больше подвержены Таким заболеваниям Как катаракта И Дегенерация То есть В принципе Надеяться Как многие думают Что я Одину шапку От солнца С большим козырьком И это меня Спасет Я думаю Что все равно Наверное Это слабая защита Это слабая защита Но риск Вы уменьшаете Ну это понятно Что касается очков Вот в догонку Ну Понятно Что Всегда хорошо На какие-то Качественные очки Но есть разные варианты В зависимости от кошелька Видимо Людей Кто-то пытается Не знаю В каком-то Торговых центрах Купить очки Такого массового производства Все-таки Вы рекомендуете В оптике Да Подбирать Солнечные очки Тоже Совершенно верно Я рекомендую Подбирать очки В оптике И чаще всего Мне кажется Цена зависит От оправы От оправы Конечно бренд Конечно Сами стекла Тоже Имеют свою цену Но Ну не надо В подземном переходе Пытаться купить Да Да Это Ко многим Товарам Относится Конечно Очки Особенно Потому что Все-таки Это зрение Это не просто Аксессуар Как многие думают Да Совершенно верно Потому что Теофиолет Как мы уже обсуждали И раньше Он опасен Можно ли использовать Солнечные очки Если какая-то Специфика Что вы советуете Тем кто за рулем Потому что Иногда солнце Действительно Острепляет И козырек Не спасает Вот То что мы говорили Поляризованные очки Да Да И свет От фар В темное время Суток Это спасает Чаще всего Да Спасибо Ну наверное Резюмируя Поскольку Основная тема Все-таки была Связана Вот С роговицей И с кератитом Наверное Вот такая рекомендация Если все-таки Вы почувствовали Особенно Если вы носите линзы Почувствовали Какой-то дискомфорт Ну я уже не говорю Какие-то рези Да В глазу Ну не надо ждать И что просто Вы не знаю Промойте Или утром Все рассосется Само по себе Наверное Да Ждать не нужно В такие моменты Лучше снять Контактные линзы И не носить Если у вас остались Очки То лучше надеть очки В таких случаях Носить очки Потому что Контактные линзы Они могут прогрессировать Ну если вы их снова надеете А если острая боль И человек приходит к вам В клинику Очередь все равно есть Или вы стараетесь Вот гибко подойти Нет Мы стараемся Если у нас есть острые пациенты То и регистратура И мы конечно Мы стараемся взять И как можно быстрее Да Потому что острые боли Они могут быть разными Есть из которых Нужно решать их сразу В операционном порядке Фактически неотложная помощь Да Неотложная Тогда мы берем Вне очереди Да Насколько мы можем Поэтому Острых пациентов Мы тоже смотрим Да Это не значит Что если нам позвонил Пациент И говорит У меня острая боль Я не могу Там Спать То мы скажем Нет извините У нас запись Там на неделю вперед Конечно мы Решается Это вопрос оперативно Да Андрей Саламатин У нас был в студии Врач-оптальмолог Из глазного центра Гири Саламатина Большое спасибо Встретимся Встретимся Из-за